Привет! С тобой Велофея! Любишь эндуро Олл Маунтинг? Тогда я расскажу тебе о Скотт Genius LT720. Успей подписаться на канал! И что тут говорить? Отличный универсальный подвес с нереальным ценником. Если ты думаешь о том, чтобы его купить, значит ты наверняка знаешь, зачем это нужно. Как всегда, первый взгляд падает на раму. Здесь у нас алюминиевый сплав 60-61. Скотт Genius LT720. Клиновидная рулевая колонка. Геометрия агрессивная, вел очень злой. Опустите седло ниже и сможете делать мануал. Поднимите выше и можете идти на подъем. Сама по себе геометрия очень круто смотрится. Плавные изгибы, очень красивые переходы, качественные швы. Просто изящная рама, которая таит в себе жажду скорости и дропов. Несколько спорное крепление заднего амортизатора. Вроде бы слишком много элементов крепления. Что-то тут перемудрили. Поэтому у нас такое страшное крепление верхних перьев в подсидельной трубе. Зато появилась ручка прямо как у М16. Конечно, тут не обошлось без пушистого хвоста лисицы Fox 36 Float Factory. Воздушная пружинная вилка обеспечивает чувствительное начало хода. Нет подсоса масла из штанов, залипаний и прочих багов. Есть возможность регулировать прогрессию. Раздельная регулировка низкоскоростной и высокоскоростной компрессии. Само собой здесь регулируется отскок. Хвоста 70 миллиметров, вес около двух с половиной килограмм. Проходилась комплектация на монетках. Здесь стоит SRAM X7 класса 4. Фанаты SRAM могут сказать, что от серии X4 работают на уровень лучше, чем Shimano. А как думаете вы? Напишите в комментариях. Задний переклюк, разумеется, самый замороченный, потому что на хорошеньком эндуро ему хорошенько достанется. X9 предпрофессионального класса, вполне надежный вариант. Плавно переходим ко втулкам. Здесь у нас нацепные шимановские подшипники спереди и сзади. М618. Это предпрофессиональный класс. Еще одна брешь комплектации. Зачем экономить на втулках эндурщика непонятно. Ведь именно на втулке будет идти нагрузка. А замена их то еще приключение. В итоге катят они хорошо, но обслуживать придется тщательно. Конечно, это не промы и грязь защиты здесь хорошая. Поэтому можно обслуживать самостоятельно. Шимановские это Рамаза М615 с нормальными радиусами 203 и 180. Контролируй спуск и держи скорость. Тут все нормально. Можно сделать силу, что это годный велосипед, который по совокупности комплектующих предпрофессионального класса. Такую оценку я ему и поставлю. Но без крутых впишечек здесь не обошлось. Здесь есть двухпозиционная блокировка амортизаторов и последовательный шпирь с функцией adjustable remote. Это значит, что ты можешь изменять высоту седла прямо на ходу. Что очень удобно. Перед спуском занижаешь посадку, делаешь мануал, дропаешь все как надо. Потом идет подъем, поднимаешь седло, а у тебя посадка как на контрильнике. Приятный бонус. Тут уже чувствуется премиальность велосипеда. Ну как, понравился склад Genius? Если да, тогда ищи его по ссылке в описании. Ставь лайк, если тебе понравилось, и я расскажу о других крутых модельках. С вами была Велофея и магазин Велосклад. Пока!